Безопасность на дорогах участникам движения обеспечивает полное соблюдение ими ПДД. Казалось бы, все достаточно просто, но некоторые пешеходы продолжают вести себя так, будто у них 9 жизней. Нередко в опасные ситуации попадают дети, то ли по незнанию, то ли проигнорировав правила. Поэтому сотрудники госавтоинспекции совместно с инспектором по делам несовершеннолетних проводят профилактические рейды, рассказывают ребятам о правилах безопасности и проверяют, хорошо ли они запомнили это на деле. Надо сначала посмотреть налево и направо. Если машины остановились, можно слезать с самоката или с велика и переходить на дорогу. Смотрю по сторонам, нет машин. Это просто спокойно себя прохожу. А если я вижу, что машина есть, я просто вот так стою и жду, пока она проедет. А ты переходишь дорогу и идешь только по пешеходной дорожке, правильно? Ну да. Но не на дороге, а по тротуару, потому что по дороге это уже опасно. Но несмотря на то, что некоторые ребята правила знают на 5 с плюсом, другие просто их игнорируют. Особенно часто это можно увидеть на улице Лемешко. Знака «Жилая зона» здесь нет, а значит пешеходы обязаны двигаться только по тротуарам. Но на деле они прогуливаются по всему периметру проезжей части, что провоцирует опасные ситуации. У нас произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Соответственно, одно дорожно-транспортное происшествие произошло именно непосредственно на этой территории, буквально на днях. Нарушение правил дорожного движения пешеходам наказывается штрафом в размере 500 рублей. Велосипедисту, не соблюдающему правила безопасности, придется заплатить 800. Человек на роликах или самокате также обязан ехать по тротуару, о чем необходимо помнить как детям, так и взрослым. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.